Здравствуйте! Эта тема рассмотрена по просьбе, ознакомившись с геологическими частями проекта о более детальном научном освещении строения каменной оболочки. Вопрос. Есть ли горные породы? Многим кажется странным. Как можно задавать такой вопрос, если есть гранит, глина, базальт, известняк и другие горные породы? И вообще, литосфера, потому и называется каменная оболочка, сложена камнями, горными породами. Да и сама геология, это наука о горных породах и их составе распространения и происхождения. Рассмотрим, что такое горные породы. Общепринято под горными породами понимать, естественно, минеральные агрегаты определенного состава и строения, образовавшиеся в результате геологических процессов и залегающие в литосфере в виде самостоятельных тел. Как видно, признаков горной породы не сообщены, потому что их нет. А не имеющие признаков, реальность отсутствует. Признаки млекопитающих, например. Есть позвоночник, позвоночные. У самых есть влечные железы. Коми, введеныши молоком. Значит, млекопитающие. Возможно возражение, как это нет признаков. О естественной ассоциации минералов, возникшей при геологических процессах и наблюдаемой в виде самостоятельных тел. Но это не признаки, а иллюстрации придуманного человеком чувственно-наглядного образа, существующего только в мозге головы человека. Примеры рассмотрим. Вот базальт из вулканического стекла без порфиров в выделении кристаллов. Это горные породы? Да. Сложными минералами нет. Вулканическое стекло не минерал. Посмотрим на жилу, квас, галенит, фаллеритового состава. Это естественная ассоциация минералов, агрегат? Да. Образовалась при геологических процессах гидротермальной действенности? Да. Самостоятельное тело геологическое? Да. Горной породы? Нет. Это жила, полезные ископаемые. Так что ж такое горная порода? Гранит, глина, базальт – это вещества, характеризующиеся особенностями структуры и химического состава. Структуру вещества изучает физика, химический состав – химия. А как называется наука, изучающая структуру и химический состав вещества? Взаимосвязаны веществ. Взаимосвязаны в системе. Это физхимия. Когда учился в институте, то при изучении физхимии, при подготовке инженера-геолога, нам сообщалось, что наука изучает не только вещество, а физико-химические системы – суспензию, пористое тело, эмульсии. Выделяемые сейчас горные породы являются частями таких физико-химических систем, а не самостоятельными веществами. Получается, мышление горными породами, как частями систем, является фрагментарным, а потому ненаучным. Научное наотическое мышление при познании природы – это индуктивное и системное. Когда на дне моря накапливаются глинистые частицы, они образуют не глину, а физико-химическую систему типа суспензии. Из жидко-дисперсионной среды морской воды и твердой дисперсной фазы глинистых частиц, вкрапленных в жидкую среду. Только что отложенный ил, глинистый осадок, содержит до 70-80% воды. Глинистая часть выли, твердой дисперсионной фазы, содержит накопленную солнечную энергию в виде потенциальной свободной поверхности, внутренней гехимической энергии, которая будет использована в последующих геологических процессах. В формировании дальнейшее преобразование ила суспензии необходимо рассматривать в системе жидко-дисперсионной среды и твердой дисперсной фазы. Оперирование только твердой глинистой частью суспензии приведет к фрагментарному мышлению, что ненаучно. Накопившись на дне моря слой, ила перекрывается новыми слоями, что приводит к отжатии и суспензии жидко-дисперсионной среды. Глинистые частицы начинают контактировать друг с другом, сдавливать одна другую. Расстояние между атомами их уменьшается, что приводит к перекристаллизации глинистых частиц до слюды полевого шпата кварца. Кристаллы формируют единый пористый минеральный агрегат. В порах между кристаллами находятся изолированные друг от друга жидкие включения. Возникает физико-химическая система пористого тела. Из твердой кристаллической дисперсионной среды и жидкой дисперсной фазы в порах между кристаллами. Дисперсионная среда из мелких кристаллов люди называют кристаллическими сланцами. Из средних кристаллов гнейцами, а из крупных кристаллов гранитом. Химический состав глинистых частиц гранит плюс базаль, деленный на два. Отсюда состав жидкой дисперсионной среды пористого тела при гранитной дисперсной среде базальтовый. Получается базальтовый раствор. При перекристаллизации глинистых частиц, аккумуляторов солнечной энергии, потенциальная энергия переходит в кинетическую тепловую, которая поглощается базальтовым раствором. Базальтовый раствор включает коллоидную часть, гидроксид, кремния, растворы неэлектролитов и электролитов, то есть представляет собой физико-химическую систему типа эмульсии, жидкость жидкости. Нагретый базальтовый раствор как легкий поднимается на поверхность литосферы, где люди называют его лавой, и производят извержение вулкана. При стывании лавы, эмульсии, формируется базальт, переохлажденная жидкость. Понять откуда берется нагретый базальтовый раствор без привлечения данных о системе пористого тела с твердой гранитной дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой базальтового состава невозможно. В то же время понятность, если базальтовый раствор удаляется из недр литосферы, то там вещества базальтового состава не стало. Оно ушло на поверхность и превратилось в базальт. А что осталось? Вещество гранитного состава. А что поступило на глубину? Вещество глинистых частиц, химический состав, который гранит плюс базальт, деленный на два. Если базальт ушел, остался гранит. Таким образом, в реальном мире каменной оболочки горных пород нет. Гранит представляет собой твердую дисперсионную среду пористого тела, возникшего при погружении и перекристаллизации твердой дисперсной фазы суспензий глинистых частиц. Глина является его твердой дисперсной фазой. Базальт представляет собой эмульсию, жидкую дисперсную фазу пористого тела с гранитной дисперсионной средой. Чтобы стать наукой, геология должна изучать физико-химические системы типа суспензий, пористого тела, эмульсии, а не просто горные породы, которых в природе нет, или это симулякры, копии, не имеющие оригинала. Таков реальный мир природы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok